Без них невозможно представить многонациональную Россию. Их влияние на нашу культуру, а также на мировую, трудно переоценить. Цыгане – веселые и талантливые. Они всегда привлекают к себе внимание, а их жизнь овеяна мифами и легендами. В Самаре они в основном проживают в поселке Зубчининовка. В 90-е годы здесь начали появляться настоящие дворцы с присущим широкой цыганской душе размахом. Лет 15-20 назад у нас в Зубчининовке были, соответственно, их вот эти вот красивые большие дома, на территории которых во дворах были свои конюшни. То есть ребята выезжали на лошадях, причем на таких элитных породах это было очень видно. Это как бы подчеркило колорит, скажем так, Зубчининовки. В Самарской области проживает около 20 тысяч цыган разных этнических групп. Среди них есть русские, крымские, румынские, венгерские, сербские. И всех их роднит широта свободной души. Цыганских домов осталось уже не так много. Многие представители народа переехали в многоквартирные. Если цыгану весело, он поет и пляшет. А если ему грустно, он пляшет и поет, гласит старая народная поговорка. Про эту семью можно смело сказать – музыкальная. Коллектив «Геля Ромен» из города Сызрань. Руководитель ансамбля Эдуард Лиманский убежден – цыгане рождаются с горячей любовью к песне. Все, что мы поем, это все дорого для нас. Все песни, они как бы прожиты душой. Вы, конечно, не будите. Для нас, она вот для многих цыган, подразумевает именно вот такое восторженное действие, когда происходит на сцене. Люди воодушевляются этой песней, потому что эту песню знают все. С малых лет дети у нас поют и пляшут. И это наша жизнь. Дополняют любую композицию музыкальные инструменты. Яков Безруков на баяне играет всю жизнь. Признается, навык настолько оточен, что пальцы уже сами попадают по клавишам. Если коллектив профессиональный, полупрофессиональный, обязательно либо аккордеон, либо баян должны присутствовать, потому что на одних гитарах тоже не вылезешь. Эх, я мщик, гони, как яру, лошадей, брат, ромалы, не жалей. Тройку ты запряг, а не даром, так гони, брат, побыстрей. Тройку ты запряг, а не даром, так и гони, брат, побыстрей. В Самаре в Доме культуры поселка Зубчининовка отпраздновали Международный день цыган. Ежегодно его отмечают по всему миру 8 апреля. В этот день принято поздравлять всех представителей нации. Мы собрали всех тех основных артистов, которые встречались 10 лет назад, чтобы вновь увидеть друг друга, пообщаться, обменяться своими достижениями и вновь создать ту атмосферу реальной цыганской культуры, которая любит песни, танцы и подарить народу то самое настроение именно Дня цыган. Идея праздника появилась еще в 1971 году. Тогда на Первом цыганском конгрессе утвердили национальные символы – гимн и флаг. В этот день вспоминают цыганов, погибших во время геноцида, а также напоминают, как важно жить в дружбе со всеми народами. На сцене выступил ансамбль «Бахт». Уже более 25 лет он радует зрителей яркими номерами, наполненными цыганской страстью. Цыганские танцы – это торжество красоты, грации, безграничного обаяния, пластики и силы. Яркие костюмы – как дополнение любого образа. Длинная пышная юбка – одна из фишек, настоящая гордость цыганки. Сверху ее отлично дополняет эффектная блуза с широкими рукавами. Любимые цвета цыган – это красный, зеленый, розовый, черный, белый и голубой. А уверенности на сцене добавит прическа и эффектный макияж. Лицо должно быть всегда яркое, губы красные, а самое главное – это улыбка на сцене. Не будет улыбки, не будет ни у кого настроения. Это самое главное для нас, чтобы со сцены люди видели наш вид красивый. Цыгане не забывают и про аксессуары. Носят кольца и крупные серьги. Верят в магию золота. Конечно, тут не обошлось без мистики и тайных значений. Мол, именно этот драгоценный металл может наделить человека удачей, силой и другими благами. Однако не отказываются и от серебра. Тут уже, как говорится, дело вкуса. Еще один атрибут – тяжелая многоярусная маниста. Украшения носят только замужние женщины. Ну, вообще, у нас раньше все ходили в манистах, женщины. А сейчас мы одеваем только их на сцену. Но если золотые есть, конечно, одевают везде. На свадьбы, на именинные юбилеи. Ну, что сказать, ну, что сказать. Ну, что мы, как люди, желаем нас, желаем нас, желаем нас, что будем. Людям хочется узнать свое будущее. На помощь приходит гадание. Но оно не может быть массовым. Его секреты бережно хранят. А хорошая гадалка – на вес золота. Не стоит романтизировать, а тем более завидовать этому дару. Принятие на себя такой роли требует от гадалки ясного понимания происходящего. Каждая девочка, наверное, в семье гадает. Каждая вторая, каждая третья. Это не то, чтобы там метод зарабатывания денег. Это, скорее всего, увлечение, потому что все-таки кровь, она дает свою вот эту вот энергетику. А общество тоже хочет узнать свое будущее и обращается в основном к лицам цыганской национальности. Так что это есть, это действительно правда. Цыганки используют карты Таро или обычные игральные. Их принято хранить в специально отведенном месте. Также приступать к ритуалу нужно в хорошем расположении духа. При плохом самочувствии расклад лучше отложить. Помимо знаменитых карт, цыгане умеют гадать на маятнике, иголках, по глазам и руке. Повседневная жизнь цыган скрыта от посторонних глаз. Они не желают привлекать к себе внимания. Давно разбрелись по свету, гармонично растворились среди множества народов и свято хранят традиции. Этакая национальная формула свободы. А кочевая жизнь – это их великое предназначение. Старая цыганская пословица гласит – цыган живет, пока кочует, а мир существует, пока кочует цыган. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА